В эфире Новольского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! После единого дня выборов в районе начались первые установочные сессии. 17 сентября заседание депутатов нового созыва провели в Староворяжском сельском поселении. Кто стал новой главой сельского поселения, расскажет моя коллега Резиданова Крещенова. В начале первого собрания депутатов нового созыва действующий глава сельского поселения Меншакир Шаридинов поприветствовал всех депутатов и приглашенных. Ознакомил с повесткой дня. Избранные депутаты выбирали новых кандидатов в счетную и редакционную комиссию. Также утвердили порядок работы заседания и проект повестки дня. На место главы сельского поселения Меншакир Шаридинов предложил кандидатуру Эльзы Менли-Кузиной, которая до заседания занимала пост главного бухгалтера хозяйства «Восток». Работа в сельской администрации ей знакома. Депутатам в своем сельском поселении она выбирается уже в шестой раз. Эмоции переполняют уже много боязно, хотя и за спиной многолетний уже труд. 30 лет уже как я работаю в хозяйстве с ПК «Похоз Восток», как главным специалистом хозяйства была, экономистом с 89 с ноября месяца, уже в ноябре 30 лет будет. Все равно это новая сфера деятельности, хозяйство есть, хозяйство тут страшновато. Все равно страшновато уже менять свою позицию как-то. Ну сумбурно все, не знаю еще сама с чего начать. Вот завтрашний день это для меня как темная ночь. Я даже не знаю, куда мне сейчас идти. Направо, налево. А с чего начать? С чего начать? Как ручку взять, как первоклассники. Из семи депутатов кандидатуру нового главы поддержали все. И работу заседания продолжила Эльза Менликузина. В этот день староваряшевцы проголосовали за формирование постоянных комиссий совета. Были утверждены члены комиссии по бюджету, налогам, социально-гуманитарным вопросам, охране и правопорядка. Также по земельным, аграрным и жилищным вопросам, вопросам экологии и развития предпринимательства. Эльза Менликузина уже как новая глава администрации сельского поселения поздравила всех депутатов и вручила им нагрудные значки и удостоверения. Лично ее поздравил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Много теплых слов Ильшат Вазегатов высказал в адрес бывшего главы сельского поселения. Переводя заслуги Меншакирша Исламовича в цифры, глава администрации района вкратце рассказал, какую он работу выполнил за почти четверть века своей службы. Если Меншакирша Исламович в течение трудовой деятельности как глава один раз в неделю объезжал, обходил или прошагал все деревни сельского поселения, то его путь был бы равен маршруту Старый Ларяж, Южный полюс и обратно. То есть выше 40 тысяч километров. Либо у нас экватор 44 тысячи, да? 40. 40? Ну один экватор, да, обошел за эти годы. Если даже в среднем в день в голове обращаются два человека в рабочие дни, мы считаем, то он за почти четверть века принял, выслушал, помог, поддержал своих земляков более 15 тысяч раз. А с учетом того, что у вас 700 человек населения проживает, то каждого он выслушал 21 раз. Может кто-то и вообще не раздался, а кого-то может и сотни раз, да? За эти годы Меншакирша Исламович подписал более 1800 документов, в том числе постановлений и распоряжений. За 24 года Меншакирша Исламович принял участие примерно в 7500 совещаниях и планерках. Как художественный руководитель провел за эти годы 1150 репетиций. Меншакирша Исламович в 85 домах справили новоселье. Это в вашем совете. Но все же думаю, что остался в душе у него небольшой осадок, что за эти 24 года удалось поженить только 113 пар. Прекращение трудовой деятельности. Человек, который работал все время с людьми, становится иногда дома занудой, чтобы вы таким не были. Чтобы сомневаться, что наконец-то мы рядом и все хорошо. Эти слова были каждодневными. Жизнь уже просит, чтобы на работу пришли молодые. А дать такую должность надо тоже молодым, чтобы тоже они почувствовали. Как не в том, что они почувствовали, чтобы они поднялись наше сельское поселение. Дальше развивалось наше сельское поселение. У молодых мысление уже совсем другое. У них другие тягости к лучшему, к красоте. Все это, чтобы воплощать, надо жить и трудиться во благо населения. Все равно придется молодым всем помогать, чтобы они в дальнейшем работали лучше меня. Сегодня слабосельское поселение участвует еще во всех мероприятиях и конкурсах. И также трезвое село еще продолжается, красивое село. Во всех этих мероприятиях надо участвовать, чтобы я душой болею за это мероприятие. Я с душой буду болеть за молодых. Односельчане подготовили музыкальный подарок для меньшакера Шарегинова. Неожиданным для всех стал подарок от главы администрации района. Для заслуженного работника культуры Республики Башхатстан Меншакера Шареддинова сюрприз понравился. Заседание прошло в дружной и теплой атмосфере. Свою работу глава администрации района Эльшат Вазикатов продолжил в здании администрации сельского поселения, где провел прием граждан по различным вопросам. В данном сельском поселении мы только что провели организационное заседание нового состава Совета депутатов, Совета сельского поселения. Там я тоже озвучил, у сельского поселения Старый Варяж многие проблемы решены. Здесь все четыре населенных пункта газифицированы, дорога более-менее есть. Но вот в 2013-2014 году весна, осень, из-за того, что большое количество работ по обслуживанию, освоению нефтяных скважин проводилось, дорога Четтерман-Старый Варяж разбита. С тех пор мы много инстанций прошли, работа не продвигалась. Но вот сегодня и гражданин задал этот вопрос, объяснил, что на днях прошел аукцион, в ближайшее время будет заключен контракт, потому что после проведения аукциона 10 дней нужно на заключение контракта, согласно 44-го федерального закона. И дальше ООО «Коррунт», выигравший, обязуется в этом же году исполнить весь объем работ, который в принципе по контракту распределен на три года, до 2021 года. Это 2 километра 400 метров возле деревни Наниды, самые проблемные участки должны пройти. Надеюсь, после этого улучшится, и мы дальше сможем через управление дорожного хозяйства добиться, чтобы эту дорогу протяженностью 8 километров полностью исправили. То есть провели капитальный ремонт. Дорога от старого варяжа, новый варяж, тоже чуть ли не каждый приезд, каждый раз и обращения граждан, они есть. И здесь по территориальному заказу на 400 с лишним миллионов, 1 километр 100 метров, в этом году гравирование тоже пройдет. Здесь тоже должен аукцион состояться. Если в первом случае аукцион уже состоялся, здесь вот, насколько помню, 26 сентября аукцион состоится. И мы успеем, надеюсь, что успеем до морозов исправить дорогу. Ну, есть еще вопрос проведения интернета в Будде и варяше. Здесь уже, конечно, это большая информсвязь. Высчитываешь свою экономическую выгоду, принимает решение вкладывание денег в развитие сетей. И для того, чтобы это развитие пошло, минимум 10 граждан должны изъявить желание подключиться к сети интернет, либо к IT-телевидению. Тогда в основном принимается положительное решение вашим информсвязью. Ну, и был задан вопрос по разрешению, по-простому скажу, ставить систему на дому или в фельдшерско-акушерском пункте. Ну, это уже не наши полномочия, и система ставится и делается ввод инъекций под системой только под наблюдением врача. Насколько я знаю, такого разрешения никто не даст. Это происходит либо в сельской врачебной амбулатории, либо уже в дневном стационаре нашей поликлиники районной, либо ЦРБ уже в стационаре. Люди, конечно, хотят возобновить стационар в Ямадинской СВА. Этого тоже пока обещать не могу, хотя мы свои запросы после обращения граждан направим и в Минздрав, и в Центральную районную больницу. Но поскольку ставится такая задача, любая больница, она должна иметь всю систему, всю сеть, включая, если даже эта сельская больница, она, если имеет стационар, там и хирургия должна быть, и реанимация, но это нереально сегодня иметь. То есть это стационар, когда люди нуждаются в круглосуточном проведении лечебных процедур. А здесь можно обходиться дневными, убеждают, так вот, пока те, кто Минсистему здравоохранения строит. Люди, привыкшие к сельским стационарам, конечно же, желание имеют это видеть, но нас призывают сохранять свое здоровье, и если уж нуждаемся в стационарном лечении, то тогда в районную больницу приходится обращаться. Сельская врачебная амбулатория направит туда, если по состоянию здоровья человеку требуется стационарное лечение, они определяют уже. Пожарная обстановка в республике в первом полугодии этого года характеризуется ростом количества погибших при пожарах. С начала года погибли 155 человек, из них семеро дети. Все эти пожары были в сельской местности. Четверо из семи погибших детей были оставлены без присмотра. Анализ причин гибели людей при пожарах обсудили на видеоселекторном совещании. Провел его руководитель администрации главы республики Башкортостан Александр Сидякин. Разработка дополнительных организационно-технических и информационно-профилактических мероприятий по снижению гибели людей на пожарах. Эту тему в своих докладах раскрылись заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Башкортостан Эдуард Идрисов и председатель государственного комитета республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. В посредственном видеосвязи были заслушаны главы администрации районов, в которых отмечен высокий уровень гибели людей при пожарах. Это Калтасинский, Зиенчуринский, Стерлибашевский, Краснокамский и Давликановский. Подводя итоги заседания, руководитель администрации главы республики Башкортостан Александр Сидякин акцентировал внимание участников на недопустимость роста гибели при пожарах. Торжественная линейка, посвященная противопожарной безопасности, прошла в Шудекской школе 19 сентября. В ходе встречи школьникам рассказали об огромной значимости соблюдения правил пожарной безопасности. Призвали строго им следовать в любых ситуациях. Мероприятие было связано в том числе и с событиями минувших выходных, когда в селе случился пожар. В тот день в его тушение активно помогли ученики школы. За активное участие и проявленную самоотверженность они получили из рук главы администрации сельского поселения почетные грамоты. Самый младший ученик этих событий учится в первом классе. Глава администрации шудекского сельского поселения Инделя Минликаева выразила огромную благодарность всем жителям села, кто в тот день участвовал в тушении пожара и не дал огню распространиться дальше. Мы с подругой гуляли и увидели вдруг то, что поднялся дым, и мы побежали смотреть, ну и помочь. А после оказалось то, что пожар серьезный, и мы начали помогать. Мы таскали ведра, и некоторым уже людям хотелось пить воду, и мы таскали питьевую воду. Я эмоций никаких не чувствовала, я просто хотела помочь людям, оказавшимся в виде. Мы с мамой работали в огороде, и нам позвонила бабушка, сказала, что бабушка там недалеко живет. Она сказала, что начался пожар. Я первый раз участвовала в тушении. Это для меня был огромный опыт. В первую очередь я думала, что надо помочь людям, чтобы пожар больше не увеличился. Я тоже таскала ведра. Ощущение был страх, что огонь еще больше разгорится. Поэтому мы старались как можно быстрее передавать ведра. Все, по-моему, все волновались, все пытались помочь. В этом году отопительный сезон начался в нашем районе даже раньше, чем в предыдущие годы. Согласно постановлению администрации района, он начат 16 сентября с подачи тепла в первую очередь в дошкольные образовательные учреждения, школы и объекты здравоохранения. В числе учреждений, где уже получили тепло – общеобразовательная школа села Кисаккаин. До этого, несмотря на невысокую температуру в классах, занятия учащиеся не пропускали. А теперь, с началом отопительного сезона, дети сняли теплые свитера и кофты и уже в комфортных условиях постигают новые знания. В этом году тепло дали намного раньше, чем в предыдущие годы – 16 сентября. К отопительному сезону школа начала работу с июня текущего года. Было проведено гидравлическое испытание системы отопления, устранены течи до начала сезона. Сегодня, в данный момент, в школе, в дошкольной группе тепло, уютно. И всем детям очень комфортно. От имени обучающихся нашей школы, от имени родителей, коллектива школы выражаем благодарность за своевременную подачу тепла. В Центральной районной больнице подача тепла начата с 17 сентября. До этого в помещениях и палатах было холодно. Сейчас пациенты положительно отзываются о более комфортных условиях. У нас до этого холодно было. Хорошо, что нам тепло дали. Сейчас у нас и тепло, и уютно. И в выздоровление идем потихоньку, и в выписке. Со вчерашнего дня в Янаульской Центральной районной больнице начался отопительный сезон. Средняя температура в наших палатах составляет 23 градуса. Пациентам комфортно, удобно. Отопительный сезон, в свою очередь, способствует быстрейшему выздоровлению пациента. Температурный режим, конечно же, играет роль в выздоровлении, особенно для пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, неподвижных пациентов, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Особенно для них это очень важно. Особенно долгожданным начало отопительного сезона стало для детских садов нашего района. До этого с понижением температуры на улице в группах было холодно, и юные воспитанники стали чаще болеть. В детском саду «Дюймовочка» тепло в группах с понедельника, и теперь воспитатели могут полноценно проводить занятия со своими детьми. Два года назад в нашем детском саду был произведен капитальный ремонт отопительной системы. В этом году нам отопление подали 16 сентября. В прошлом году нам отопление дали 25 сентября, что на 10 дней позже. Связано это с тем, что с погодными условиями в группах было очень прохладно, холодно. Детки начали болеть. Посещаемость стала очень низкой. В связи с чем родители изъявляли желание, чтобы как можно быстрее подали тепло в группы. Это значительно повысилась посещаемость. У нас на сегодняшний день в нашем детском саду 120 воспитанников. Это связано, естественно, с тем, что в группах стало намного гораздо теплее, уютнее батареи. У нас есть еще преимущество с тем, что батареи у нас, радиаторы новые. Мы можем сами регулировать подачу тепла. Где-то можем убавить тепло, где-то можем сделать так, чтобы все-таки батареи были погорячее. После объектов в социальной сфере подача тепла начнет осуществляться многоквартирные дома. И теперь их жителям осталось дождаться сроков утвержденного графика. Гульнара Сиддикова, Айас Хабибуллин, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. Семинар с участием предпринимателей и организации общественного питания состоялся в зале заседания администрации 17 сентября. Заместитель главы администрации района по экономическому развитию и предпринимательству Файруза Аганеева ознакомила присутствующих с целями и стратегическими задачами, запланированными до 2024 года. Также призвала предпринимателей принимать участие в различных национальных проектах. Ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Башкортостан Забида Хузина в своем выступлении призвала всех быть внимательными, бдительными не только при производстве продукции, но и при ее реализации. Также соблюдать все правила и требования по отношению условий хранения продукции, срока годности товара. Несмотря на регулярные проверки, нарушения все-таки остаются, подчеркнула специалист-эксперт. Было проведено занятие, семинар на тему «Обязательные санитарно-педагогические требования к организации общественного питания, предприятиям торговли, проведение мероприятий по профилактике пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний, обеспечение защиты прав потребителей, переказание услуг общественного питания, услуг торговли». Выявляются нарушения такого характера на предприятиях общественного питания. Нарушается, не сохраняется маркировочный ярлык продукции, пищевой продукции, которая хранится в холодильниках. Нарушается качество мытья оборудования и кухонного, и столовой посуды. Не проводится в полном объеме медосмотр работниками. Нарушаются условия хранения уборочного инвентаря. Нарушаются также режимы мытья помещений, совместное хранение специальной одежды и, скажем, уличной одежды, что также недопустимо санитарными правилами. По итогам проверки составляется акт. Акт проверки выдается предписание о выданных нарушениях. И, естественно, все эти нарушения устраняются. Устраняются, но однозначно применяются меры административного воздействия. Традиционно в нашем районе до начала эпидемии гриппа проводится профилактическая вакцинация. В первую очередь прививки ставят учащимся школ, воспитанникам детских садов и людям, находящимся в группе риска. В этот день медицинские работники посетили гимназию имени Муксинова для того, чтобы провести вакцинацию как учащихся школы, так и педагогов. Сотрудники школы относятся к группе риска ввиду постоянного контакта с большим количеством людей. И обезопасить себя от заболеваний им особенно актуально. Большинство учителей прививки от гриппа делают ежегодно. Обязательным условием вакцинации является добровольное согласие пациента и оценка его физического состояния. Вакцина называется СОВИ-грипп, то есть прививка от гриппа. Она нужна для того, чтобы человек, заразившись гриппом, не получил какие-то серьезные осложнения. Прежде чем прививать, человек сначала заполняет добровольное согласие. Мы собираем анамнез, то есть спрашиваем, есть ли какие-то жалобы, есть ли обострение хронических заболеваний, температура на момент осмотра. Если ничего такого нет, то если нет аллергии на куриный белок и на другие составляющие вакцины, то в принципе уже можно смело прививать. Мы прививаем в первую очередь, это нужно прививать детей беременных и сотрудников школ, больниц, так как они входят в группу риска. Грипп, он мутирует каждый год, и поэтому прививку от гриппа можно сказать, что каждый год обновляют. То есть, если вы один год поставили и больше не будете, то не факт, что вы не заразитесь. Обязательно нужно каждый год ставить прививку. Тем временем вакцинацию от гриппа проходили и воспитанники детского сада Дюймовочка. Непосредственно перед прививкой врач-педиатр оценивала состояние детей. Прививка разрешена только полностью здоровым ребятам. Совсем маленькие мальчики и девочки мужественно терпели процедуру. Обязательно должно быть добровольное согласие до 15 лет. Это согласие законного представителя, папы или мамы. После 15 лет ребенок уже вправе решать сам, может сам подписать согласие. После того, как проверяем наличие согласия, ребенок осматривается. Собираем анамнез, не болел ли он, не получает ли каких-то препаратов. Потом смотрим горлышко, красные, не красные. Аускультации легких проводим. После этого можем делать вакцинацию. К сожалению, в последние годы в Янауле, так же, как, наверное, везде, становится все больше так называемых антипрививочников, которые отказываются не только от гриппа, но вообще от всех прививок, вплоть даже до БЦЖ и даже от МОНТУ. И этим самым они подвергают риску своих детей и привитых детей. Особенно большой опасностью подвергаются дети, которые по медицинским показаниям не могут быть привиты. У нас ведь есть детки, у которых, например, судороги или другие сложные проблемы. Вот наибольшему риску они подвергаются. Вакцина «Совий грипп» поступила на прошлой неделе. В прошлой неделе мы уже начали вакцинацию. Она не первый год уже пользуемся этой вакциной. Для детей она уже готовая, упакованные шприцы. Ничего разводить, набирать самим не надо. Она полностью готовая, хорошо переносится. Хотелось бы, чтобы родители проявили сознательность, защищали себя и своих детей от этого опасного заболевания, иногда даже смертельного гриппа. Есть такое понятие, коллективный иммунитет называется. Если в коллективе, например, 2-3 ребёнка привиты, особого эффекта нет. Должно быть как можно больше детей привито, чтобы эпидемия не пришла именно в этот класс, именно в эту школу. Редко у кого может быть повышение температуры, индивидуальная реакция организма. Иногда бывают местные реакции. На месте укола это покраснение, припухлость может быть небольшая, но большинство хорошо переносит. Вакцинация в нашем районе стартовала с началом учебного года и в ближайшее время планируется охватить максимальное количество жителей. По словам врачей, как показывает практика, это один из самых эффективных способов избежать болезни. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Яномского телевидения. Торжественное открытие фонтана прошло в городском парке культуры и отдыха 18 сентября. Проект его реконструкции выбрали и на улице в ходе рейтингового голосования 18 марта прошлого года. И в течение этого времени работники подрядной организации «Общество с ограниченной ответственностью» «Ремстроймонтаж» создавали его новый облик. Для собравшихся на праздники на улице были подготовлены музыкальные номера. Перед присутствующими выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Проект реализовывался в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Стоимость фонтана более 6 миллионов рублей. Часть денег, половина из них была затрачена на реализацию этого проекта в прошлом, в 2018 году. К сожалению, так получилось, что мы дошли до осени. Но этот фонтан будет готов на весну 2020 года в полной красоте встречать наших жителей и провожать. Пусть это место станет излюбленным местом янаульцев и наших гостей. К бережному отношению янаульцев к новому фонтану призвал директор подрядной организации Байрам Гадиров. Кульминацией и самым запоминающимся моментом вечера стало включение самого фонтана. И теперь полностью обновленный. Он будет радовать гостей и жителей нашего города. Кульминацией и самым запоминающимся моментом вечера. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.